Во многих языках программирования существует так называемый условный оператор, условный оператор if, который используется для того, чтобы разветвлять выполнение программы. При наступлении некоторого условия выполняется один блок кода, а если это условие не наступает, выполняется другой блок кода. Ну, либо выполняется только один блок кода. Оператор if может содержать часть, которая зовется else, или не содержать. В Хаскеле существует условное выражение, которое синтаксически близко к условному оператору. Давайте рассмотрим работу условного выражения на некотором примере. Ну вот на экране набрано условное выражение, оно содержит, начинается со слов if, дальше идет логическое условие, после этого конструкция then и некоторое значение, после этого ключевое слово else и некоторое другое значение. Это выражение содержит неизвестную переменную x, но мы можем оформить это в виде некоторой функции. Напишем let, указав гажется, что мы собираемся определять функцию, дальше пишем f имя этой функции, переменную x как параметр этой функции, и, наконец, то выражение, которое у нас было, используем в качестве тела этой функции. Ну вот теперь перед нами числовая функция, которая принимает число, и если это число больше нуля, она возвращает значение единицу, а если число меньше нуля, она возвращает значение минус единицу. Ну, например, f от пятерки будет единицы, а f от минус пятерки будет минус единицы. В Хаскеле отрицательные числа получаются с помощью минуса перед соответствующим литералом, и во многих случаях их следует заключать в скобки. Если бы мы использовали синтаксис без скобок, то мы получили выражение f минус пять. Поэтому такую рекомендацию нулевого порядка работы с отрицательными числами заключайте соответствующие литералы в скобки. Что важно отметить, когда мы говорим про условные выражения в Хаскеле? Во-первых, важно отметить, что обе ветви, then и else, должны присутствовать. В императивных языках, где if-инструкция, это не обязательно. В функциональных языках это обязательно. В ветвях then и else должны стоять выражения одного и того же типа. В данном случае у нас в части then присутствует число, и в части else у нас тоже присутствует некоторое число. Если бы здесь стояли объекты разного типа число, в одном месте число, в другом месте строка, то ГАЖЦА вернул бы нам сообщение об ошибке, сказав, что функция определена неверно. Вторым важным свойством условного выражения служит тот факт, что условное выражение представляет собой настоящее полноценное выражение. А это означает, что мы можем использовать это выражение в построении более сложных выражений. Например, давайте определим еще одну функцию А, Ж. И определим ее следующим образом. Возьмем наше условное выражение без изменений, как оно есть. И теперь мы можем, скажем, прибавить к нему значение 3. То есть мы используем конструкцию if-then-else для конструирования большего выражения. То, что наш интерпретатор не выдает сообщение об ошибке, значит, что он принял определение функции G. И теперь эту функцию G мы можем вызвать, ну, скажем, на пятерке. Она должна нам вернуть значение на 3 большее, чем предыдущая функция. Да, действительно, возвращает четверку. Ну, а на минус 7, скажем. Да, действительно, минус 1 плюс 3 у нас равняется 2. Мы познакомились с вами с условным выражением в Хаскеле и сравнили его с условным оператором в императивных языках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!